Нет такого человека, кто не знал бы о Волжском автомобильном заводе. Изначально в производственной линейке предприятие был ВАЗ-2101, который стал практически точной копией Fiat 124. Тогда было заключено взаимовыгодное партнерство, на основе которого машину собирали по итальянской лицензии. В народе автомобиль назвали «копейка», и он очень понравился советским гражданам. Однако не секрет, что ВАЗ-2101 был просто копией итальянского Fiat, а стране нужен был свой народный автомобиль. У советских инженеров и конструкторов были амбиции, и их необходимо было реализовывать. Да, за основу была взята «копейка», но адаптирована под СССР. Проект назвали ВАЗ-2101-80. Предполагалось, что именно с этой модели начнется советское семейство классических автомобилей для Советского Союза, на что и направит свои мощности Волжский автомобильный завод. Авторство по части дизайна принадлежало товарищу Пашко В.И. Согласно его концепции, потенциальных потребителей помимо классического седана заинтересовал бы и автомобиль в двудверной компоновке. Его задумка нашла свою реализацию уже в советское время. В частных мастерских в большом количестве проводится переделка классики в купе с двумя дверьми. Любопытно, что число 80 в названии проекта имело отсылку к году начала выпуска машины и не было связано с ее техническими особенностями. Внешний автомобиль, правда, имел существенное отличие от всего того, что в СССР сходило с конвейера. Даже западные партнеры с интересом оценили внешний облик ВАЗ-2101-80. Машина была реализована в виде макета в натуральную величину. Соответственно, начинка этого макета оставалась загадкой. Многие автомобильные эксперты предполагали, что внутри был бы стандартный двигатель от Жигулей, просто в исполнении двух дверного купе. К сожалению, дальнейшую проработку создания автомобиля свернули. Вопрос был не только в финансах, но также и в том, что у руководства страны были другие планы на развитие автомобильной промышленности. Если было бы дано согласие на выпуск ВАЗ-2101-80, пришлось бы полностью переоборудовать конвейер и привлекать дополнительное, немаленькое финансирование.